друзья всем привет на дворе глубокая осень середина ноября но еще не ударили морозы и мы решили заняться внутрянкой нашей пристройки а именно начать разводить проводку проводку мы будем делать внутреннюю соответственно нужно будет простробить стены и заложить во внутрь провода чем мы в общем то сегодня и займемся на все это дело у меня ушло порядка недели опять же приезжал после работы по вечерам вот так у нас когда-то стояло окно в доме в центральной комнате в зале а теперь там глухая стена мы его забили но так как за этой стеной у нас кухня то вы видите три шланга в эти шланги мы будем проводить провода я заготовил их специально в эти гофрорукава мы в дальнейшем протянем провода и они как раз находятся рядом с нашим счетчиком разводным куда подключено в принципе все электричество здесь же у нас стоит счетчик и автоматы осталось как раз место под три ячейки на автоматах там мы поставим один автомат и узо на ванну и переключим в дальнейшем еще один из проводов на кухню пока что мы имеем вот такую вот временную проводку на кухне в виде одного провода от щитка и подключены к нему розетки вот так временно организовано освещение просто патрон который у нас присоединен к проводу 10 метровому и на другом конце вилка который мы опять же втыкаем в эту розетку размечаем на стенах все элементы причем размечаем не просто так для этих целей я приглашал электрика ведь проводку в дальнейшем и подключать буду не сам разведу ее сам а все соединения и подключения розеток и также все вмешательства в щиток будет делать профессионал эти личства дело сложное когда и будет что-то ошибиться и вся эта наша дачная затея может пыхнуть чего не хотелось бы так вот размечаем все что где мы будем делать и приступаем к страблению а штрабить мы будем достаточно варварским методом именно ручным штраборезом этим же штраборезом как вы помните я делал штробы когда армировал кладку из газобетона благо газобетон мягкий и штрабить его будет несложно была куплена вот такая вот коронка для шуруповерта она ровно под размеры под розетников этой короночкой мы будем в блоке вырезать места под розетки ну и вот пошло первое штабление штробы мы делаем достаточно глубокие они примерно 3-4 сантиметра в глубину проводка у нас будет идти поверху и в дальнейшем идти вниз от так называемых монтажных коробок делаем запилы короночкой боком под монтажные коробки и немножко стамеской потом и расширяем ведь монтажные коробки больше вот как проходит сам процесс штрабления берем штраборез и по отрисованному заранее шаблону карандашиком все это дело вот так вот вручную просто выдираем вырезаем работа очень пыльно очень шумно очень грязная все было в пылище но по-другому никак штрабореза у нас нет покупать нет смысла потому что штрабим немножко да и варенду брать не хотелось тем более работает на один вечер по сути грязи конечно неимоверное количество очень много пыли и мелких осколков но со всем этим нам помогает справиться строительный пылесос керхер который мы взяли у родителей без него я бы утонул в грязи как видите работа идет и штроб пришлось сделать достаточно большое количество честно вручную штрабить замучился поэтому если вы это будете делать то лучше берите штраборез в аренду тяжелее всего было штрабить именно горизонтальные стробы сверху вниз почему-то легко а вот слева направо и справа налево достаточно тяжело сильно не упрешься поэтому сильного усилия не приложишь штрабиться достаточно неглубоко переходится в несколько проходов плюс так как проводка идут по верху то все это дело делается с табуретки приходится постоянно передвигаться прыгать влево вправо вверх вниз и когда штраборезом дерешь газобетон вся эта пыль летит в лицо потом ходишь белый как снеговик после того как все стробы были заготовлены я начинаю примерять все закупленные аксессуары сначала ставлю монтажные коробочки в их места проверяю чтобы все хорошо красивенько становилось а в дальнейшем начинаю уже отмерять места где я буду делать розетки размещаемся для подрозетников для этого у меня есть лазерный уровень поэтому крестами все ровненько было поставлено и вот здесь возникает вопрос а сколько же розеток надо для счастья и вы не поверите на самом деле очень много в городе у нас дома на кухне в квартире 4 розетки и этого катастрофически мало поэтому было решено продумать все заранее и в итоге у нас на кухне получилось 15 розеток представьте себе 15 штук кажется зачем так много но если так посмотреть посчитать холодильник электроплитка чайник кофеварка фритюрница микроволновка где-то поставить включить ноутбук где вот где-то воткнуть в зарядку телефон где-то возможно повеситься в дальнейшем маленький телевизорчик так далее розеток надо много стоят они недорого поэтому на этом этапе пока это можно было сделать мы сделали их с запасом пускай будет теперь что касается самого провода провод мы будем использовать двухжильный конечно же медный 2 на 2 с половиной полное его наименование это вв нг а л с 2 на 2 с половиной это медный провод не горючий с низким дымовыделением ну и с размерами двух двухжильный по два с половиной миллиметра для наших бытовых нужд данного провода даже с запасом все это дело мы будем прятать в металлорукав десяточку хотя это не столь обязательно однако электрик мне посоветовал не экономить 3 копейки а возьми металлорукав и заложив все в металлорукав окрепить мы металлорукав будем стене внутри штробы на вот такие вот пластиковые зажимы усики так будет гораздо проще монтировать и фиксировать и конечно же не забываем про изоленту причем она должна быть разных цветов для того чтобы обозначать концы разных проводов разными цветами чтобы потом не перепутать где что на улице холодно напомню середина ноября примерно 35 градусов тепла поэтому уже активненько начинаем греться нашими электробатареями вот такие вот электроконвлектора по 2 киловатта две штуки очень быстро нагревают весь дом ну и вот что получается затягиваем провода в металлорукава и начинаем потиху раскладывать их по штробам крепя на вот эти вот пластиковые зажимчики сразу запускаем хвосты в подрозетники и в монтажные короба и все это дело отмечаем изолентой не забываем иначе потом не найдем концов по факту на кухню и туалет с ванной мне ушло 75 метров провода ну и соответственно металлорукава также не забываем что мы хотим сделать освещение на улице и для этих нужд на улице тоже был выведен провод как раз рядом с нашей камерой видеонаблюдение про которую мы рассказывали кучу всего камера стоит уже год и исправно работает мы очень довольны этой покупкой а на улице уже к сожалению серый тусклая убраны все наши забавы гамак садовые качели только остров нет бассейна он тоже спрятан поэтому ждем следующего лета также расставляем все подрозетники и растягиваем всю проводку по штробам вот что получается и опять же напоминаю не забываем отмечать хвосты изолентой я примерно понимаю что и куда будет подключаться поэтому провода которые идут один к одному обязательно обозначаю одним и тем же цветом ну а дальше нам все это нужно дело красиво замазать для этих целей была куплена штукатурка замешиваем ее в бедре и начинаем штукатурить изначально замазываем подрозетники в стенам ждем пока они высохнут потом будем уже затягивать в них провода и и точно так же замазываем монтажные коробки в стену когда все это дело подсохнет мы обратно затянем в них провода и начнем штукатурить сами штробы прятать проводку ну и вот что получилось штробы замазаны они сохнут когда высохнут будет просто белая стена и этого ничего не будет видно потом поверх уже будет идти штукатурка самих стен причем еще один интересный момент замазывал я в основном все гипсовой штукатуркой но также решил попробовать и цементную так вот хочу сказать что гипсовой штукатуркой работать гораздо проще она пластичная быстрее застывает ей лучше набивать именно такие вот объемные штробы цементная штукатурка это делать сложно она постоянно течет ляпается падает и очень долго сохнет вот так вот получается в принципе ничего сложного напомню что проводку я развожу сам а подключать ее будет профессиональный электрик ведь электричество дело серьезное и с этим лучше не шутить если не понимаешь вот такие пироги дорогие друзья кому полезно ставим лайк подписываемся на канал ну а если не наступят морозы и мы еще что-нибудь успеем сделать я обязательно об этом расскажу всем пока